Здравствуйте, друзья! Как видите, жизнь на двух континентах у нас продолжается. И что я вам хочу показать. Нашли мы на помойке кресло. Это кресло. Ну, не совсем оно было новое, потому как, понимаете, оно же с помойки. И тут вот одна ножка совсем отломленная. Пинки у сидушки не было. Первым делом мы что? Мы разобрали часть, крутящуюся от сидушки. Вот, как видите, без этого не бывает. Купили колесико. Вот такая сидушка была. Хватит, сейчас. Ну, и все замечательно. Колесико, конечно, подходящее, но таких, наверное, уже не делают. В общем, Ира все разобрал. Туда-сюда двигаешь. Вот сидушку мы открутили. Ну, все, по высоте одинаковое. И вот с другой помойки мы нашли вот это кресло. Барнаулина помойка. Смотрите, какое замечательное. Но у него нет вот этой вот крутящейся части. Не совсем оно подходит к вот этой. Ну, я думаю, у нас тут есть мастер, который это все сделает. Это кресло с какого-то офиса видно было, потому что оно с инвентаризационным номером сзади. Вот он номер. Нужно будет его перетянуть. Раз мы будем все раскручивать и приспосабливать к металлической крутящейся части. Кресло у нас будет, можно сказать, как новое. Сама вот эта сидушка мне, конечно, нравится. Она довольно-таки качественная. Ну, спинки нет. Отожралась. Ладно, может быть, и еще удастся что-нибудь найти. Какой-нибудь элемент. Здесь отъехалось, и вот это все вывалилось сюда. Надо туда вставить, скорее всего. Не просто ждать, а разъехать. Вот этот патрон должен уехать туда, на место. Здесь вот, видите, сломанная вот эта часть. Из-за того, что вот этот патрон сюда залез. Сейчас я его вот так вот надставил, ударил несколько раз. И он зашел. Вот так, видите, вылез. Ну, придется хомут оставлять. Посмотрел амортизатор, показался нормальным. Может быть, вот эти стаканы одевать не будем в декоративные. Само кресло тоже очень грязное, пораженное. Конечно, у меня такой модной ткани нет. Это-то на рогожку похоже. То есть, что мы сделаем. Мой принцип таков. Все, что есть в доме, то использовать для ремонта. Тянул хомутом сам этот каркас пластиковый. Видите, внутри лопнувший. Ну, он немножко, зазор был миллиметров 8. А сейчас максимум 2. И теперь мне надо его нагретым паяльником вот так вот пропаять. Мало того, я его здесь пропаяю. Потом еще возьму, вот с этой стороны. Вот видите, вот светится. Накладу сеточку, наложу и тоже пропаяю. А здесь внутри, после пропайки, обязательно зачищу. Для того, чтобы можно было амортизатор вставить. Этот процесс долгий. Смотрите, вставил я вот этот патрон. Вот этот вот, на котором вся сидушка будет находиться. И вот запаиваю потихоньку. Уже, наверное, минут 20. И сейчас сверху буду накладывать сеточку. Эта пайка просто так без сеточки не выдержит. Представляете, там стул весит. Ну, и человек на него сядет, положим, 90 килограмм или там 80 килограмм. И бывает же, он не всегда садится просто. Он плюхается. И вот этот удар, конечно, вот этот хомут я оставлю, наверное, на месте для прочности. Смотрите, начал впаивать сеточку. Паяльником вдавливаю сетку нагретую. А потом ножницами удерживаю. Когда вижу, что она вдавила, паяльник убираю. И ножницами удерживаю ее, чтобы она назад не выходила. Работа кропотливая. Сейчас многие скажут, а купил бы другую, зачем это надо? Купить каждый дурак может. Это же интересно. Да и думаю, подешевле в итоге. Весь смысл этого кресла. Собери с помойки и пользуйся. Пайка продолжается. Все, вроде все подзапаял. Не сказать, что супер, но это будет внизу не видно. Видите, вот здесь вот тоже пропаяно. Амортизатор очень отлично сохранился. Ну все, нам теперь нужно ремонтировать сидушку. Вот она сама сидушка. Ручки немножко. Ну, ручки... Это я могу тоже подпаять, сгладить их, кстати. Не надо их подпаивать. А потом наждачка будет отлично. Мне не нравится эта идея. Я же буду сидеть на этом президентском кресле. Буду президентом нашего дома. Теперь его нужно разбирать. Эти крепления, они кто не подходят. Пластина немножко поменьше. Поэтому придется все это разобрать. Ну, пересверлить отверстие. Ставить. Такая декоративная накладка внутри. Скрепки. Говорится, ринулась в бой. Вот резинка декоративная снята. Вот видите тут какие заверточки. Они все повылазили, кстати говоря. Намечаем. Девушки отдыхают. Перетяжку кресла я буду делать. джинсой. Постараюсь что-нибудь интересное придумать. Сейчас мне нужно их все распороть. Пока что я вырезаю вот так вот штанины. Брендовые прямо. Нарезала я джинсы. Смотрите, девочки. Юра мне сделал лекало из ДВП. Как говорится, в хозяйстве дохлая мужа сгодится. Вот я взяла фломастер. Им рисую квадратики. Я вот сделала 10 на 10. Нарезала я квадратиков. Разложила их. Я начала сшивать квадратики. И я сшиваю по полоске. И потом эти две полоски я соединяю. Смотрите, у меня должны уголочки все совпадать. Сшила три полосы уже у меня. И сейчас я вам покажу. Я их собираю вот так в кучку. Машинка у меня старая. Так я прострочила. Переворачиваю на другую сторону. И повторно прострачиваю. По краям я пришила цельные. Теперь мне надо отутюжить. Вырезаю синтепон. Художественное намазание клея. Телевизор. 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 ребят посмотрите какой шедевр у нас получился смотрите со всех сторон здесь я со швом специально взяла и так больше понравилось ну в общем кресло вообще супер мне не знаю как вам я буду сидеть на нем и создавать ролики бы вы смотрели это вот настоящий помоечный мусор одну половинку мы нашли в одном месте другую в другом получилось целое кресло не загрязняем природу плюс вторую жизнь даем утилизированным вещам джинсы тоже пошли бы в помойку потому как уже рваные всякие старые а тут они пригодились у нас есть юрой два вот таких кресла это кресло мы покупали когда дочери сделали комнату ему очень много лет 14 я его перетянула видите ну какое-то кресло юра только сидушку перетягивал это без меня не подложил поэтому поролон тоже все старое ну держится креп ничего не выбрасываем все дело кресло получилось просто сногсшибательное и конечно не понравилось сначала он сказал то за дизайн ни к чему не подходит я сказал но сейчас не подходит а потом подойдет может что-то еще сделаем из джинсы тому как я ее специально собирала много лет вы примените очень хорошее кресло мне не забывайте подписываться на наш канал ставить лайки писать комментарии мне очень приятно всем пока пока всем хорошего настроения творческих успехов и всего самого наилучшего увидимся в следующем ролике пока пока